Всем привет! Это «Простые истины». Меня зовут Андрей. И сегодня мы с вами поговорим об ожидании. Не ошибусь, если скажу, что ожидание всегда связано с какими-то событиями. Каждый человек периодически испытывает это состояние. Вот самые простые примеры ожидания. Ученики, наверное, со страхом и трепетом ожидают предстоящие экзамены. Студенты ожидают перспективу новой жизни, которая начнется после окончания учебного заведения. Работающие люди ожидают хороших зарплат. Неработающие, наоборот, ожидают хорошо оплачиваемую работу. И вот этим ожиданиям нет конца и края. Хочу, чтобы мы с вами подумали над таким вопросом. А что же ожидают верующие люди? Ведь у нас с вами тоже есть это чувство ожидания. Конечно, многие из вас уже ответили на этот вопрос. И действительно, каждый верующий человек ожидает встречи с Господом Иисусом Христом. Мы все с вами хотим быть в той небесной обители, которую приготовил для нас Бог. Но есть в ожидании и неприятная сторона. В конце концов, ожидание может для нас обернуться не тем, что мы представляли. Ну, например, мы ожидали хорошей работы, а ее нет. Мы ожидали повышения зарплаты, а повышения нет. Такое тоже бывает. Или вот самое страшное. Верующие люди, ожидающие встречи с Господом, могут на эту встречу не попасть. И это очень печальный факт, о котором предупредил Иисус. Евангелие говорит нам о таком ожидании очень отчетливо. Эта история записана в Евангелии от Матфея. Это будет 25 глава с 1 по 13 стих. Этот текст о десяти девах, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху, который почему-то замедлил в своем визите. Кстати, не все девы были одинаковые. Пять было мудрых и пять неразумных. У всех было время на подготовку. Но пять мудрых взяли с собой светильники и масло к ним, а неразумные не взяли масло. Жениха все не было, и вот от этого ожидания все уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Конечно же, все пробудились от сна и поправили свои светильники. Но у неразумных закончилось масло. И они начали просить его у других дев. Мудрые отвечали, чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених. И готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, господи, господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Вот такая история, в которой в очередной раз Христос проводит параллель для того, чтобы объяснить, что же такое Царство Небесное. В этот раз он сравнивает его с десятью девами. Это были невесты, которые каждая ждали встречи со своим женихом. На примере этой притчи можно с уверенностью сказать, что ожидание – это действие. В данном случае действие, которое связано с подготовкой к встрече с женихом. Приготовление невесты – это всегда долгий процесс. Каждой невесте хочется выглядеть лучше, чем все, кто были до нее. Если мы с вами посмотрим в духовном плане, то невеста – это, конечно же, церковь. Это все мы, братья и сестры в Господе Иисусе Христе. Это притча о нас с вами. Мы все похожи на эти десять дев. Христос обращается к нам с примером этой притчи. Как раз для того, чтобы сказать нам об ожидании. И о том, что ожидание для каждого из нас может закончиться по-разному. Каждая из десяти дев имела свой собственный светильник. Его можно сравнить с верой и надеждой. Каждая из десяти дев имела веру и надеялась встретиться с женихом. Как мы с вами видим из текста, ожидание жениха растянулось на достаточно долгое время. Для того, чтобы в светильниках у пятерых из них закончилось масло. Нескорое возвращение жениха помогло выявить из десяти пять неразумных дев. Для того, чтобы встретить жениха, необходимы были светильники, наполненные маслом. Необходимо было сделать запас масла, как это сделали пять мудрых дев. В данном случае масло можно сравнить с Духом Святым. В послании апостола Павла к римлянам в 8 главе в 9 стихе мы с вами читаем следующий текст. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Масло необходимо для поддержания работоспособности или же пригодности светильников. Господь Иисус Христос дал для каждого из нас Духа Святого. Который подпитывает нашу веру в то, что поступая по Евангелию, мы с вами сможем достичь Царства Небесного уже здесь на земле. И это делает наше ожидание не таким томительным. Ведь, как мы знаем, Царство Небесное внутрь вас есть. И так жених медлил, и поэтому все уснули. Ну вот в полночь раздался крик. Вот жених идет. Выходите навстречу ему. Мы живем с вами в последнее время, о котором говорил и предупреждал Христос. Все признаки, как говорится, налицо. Но обратите ваше внимание на то, как дьявол искусно обыгрывает эту ситуацию. Войны и военные слухи, глады и моры, эпидемии, землетрясения нас уже не приводят в такой страх, как раньше. Средства массовой информации, художественные фильмы, интернет делают свою невидимую работу. Ведь все и раньше так было. Ничего страшного в этом нет. Мир и безопасность. Хотя слышим мы это уже реже и реже. И вот мы впадаем в сон. От этого и не можем разглядеть в тех обстоятельствах, которые нас окружают. Последнее время. Второе послание апостола Петра. Третья глава, десятый стих. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». И вот пришел жених. «Каковы же действия наших невест?» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым. «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши, гаснут». Вот здесь Христос обращает внимание слушателей на десять дев, которые, как оказалось, по-разному ожидали встречи с женихом. Одни готовились на протяжении всей жизни, а другие отнеслись к этому небрежно, не сохранив в своих светильниках масла. Оставалось его только купить. По всей видимости, у них было за что его купить. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Посмотрите, в какой суете находились пять неразумных дев. «Жизнь не останавливается ни на минуту. Покупали». Покупали, строили, выходили замуж и масса всего прочего. Поймите сейчас правильно. Не скажу, что этого не должно быть, но все это порой заслоняет нам самое важное и главное. Вот по этой причине может произойти нечто ужасное, что, собственно, случилось с оставшимися пятью девами. Евангелие от Матфея, 25 глава, 11 стих. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». Вот он страшный приговор. «Истинно говорю вам, не знаю вас». Согласитесь, очень обидно. Кажется, все делали правильно. Собрания посещали, несли служение в церкви, были хористами и проповедниками, были учителями воскресной школы, молитвенниками. И вот теперь звучит то, что мы с вами никак не ожидали услышать. А назад уже дороги нет. Мы при дверях. Как хорошо, что мы живы. И Господь продлевает дни нашей жизни. Но вместе с этим мы должны поблагодарить нашего Господа за вот эту притчу, которая записана на страницах Евангелия не просто так. Что же Иисус Христос хочет всем нам открыть и донести до нашего сознания через вот эту притчу? Если мы верующие люди, если мы христиане, то, конечно же, призваны к тому, чтобы достойно в очах Божиих прожить эту жизнь. И знаете, не просто прожить, но иметь крепкую веру и твердое упование на нашего Господа Иисуса Христа, бодрствуя в своих путях. Как хочется, чтобы мы все с вами встретились там, на небесах, с Иисусом Христом. Радостное ожидание. Бог наше упование. Дай Бог каждому из нас оказаться на месте пяти мудрых дев. Это были простые истины. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят о вечном, важном и неизменном. До новых встреч!